Когда я еще учился в школе, я знаком с материалами первой семерной выставки в Брюсселе в 58-м году после войны. С гордостью читал о том, что впервые мир увидел там первый спутник, который был в гостях у Всевышнего. Радовался тому, что машина наша «Волга» получила гран-при, была признана лучшей легковой машиной в мире. Там был изображен макет первой атомной станции, которая работала на Миробнинске. И впервые там демонстрировался первый макет самоходного комбайна, который сделали рабочие инженеры Россельмаш. Потом, когда посещал эту уникальную область, был на заводе и познакомился с Коломеецем Николаем Васильевичем. Он был самым молодым начальником цеха. Ему и 30 лет не было, а в цеху работало несколько тысяч человек. Сколай Васильевич сегодня один из самых именитых от Ростова депутатов с прекрасной школой и знаниями. И я очень рад, что Ростовская область дает нам талантливых депутатов. Должен сказать, что кто хотел бы познать Россию, он обязан побывать в Москве и Ленинграде, Питере, путешествовать обязательно по Волге, матушке главной нашей реке, поклониться Байкалу, побывать на Донбайе и в Придебрусе. Но кто хочет понять, как должна комплексно развиваться область, должен побежать в Ростовскую область. Меня там поражало удивительное редкое сочетание очень мощной промышленности. Классные заводы. Россельмаш, который сделал современный комбайн, уже не вступающий жандиром. Там великолепный авиационный завод, который делает лучшие самолеты, они тушат пожары. Там классный вертолетный завод. Там много того, что удивляет и радует, включая легендарный Атамаш, который поставляет свою продукцию во многие страны мира. Ну а там же вы обязательно увидите и разбег наших полей. Что такое 12 миллионов на 4, 300, по-моему, у вас сейчас? Это по 3 тонны на человека. Если страна производит по тонне зерна и тонне нефти, она считается очень богатой. Важно, чтобы этот урожай послужил простому труженику. Вроде хлеба много, но ни на одну копейку ни в одном магазине, пока хлебобулочные не подешевели. Хотя из хлеба можно изготавливать 250 видов продовольственных товаров. Я радовался, когда был в гостях у Шолохова. Он вместе с Гагарином ловил рыбу и угощал всех. Поражался тем чудным местам, которые сохранили и душу, и характер, и обстановку. Новочеркас меня потряс своим храмом, казачьим духом. Хотя меня пытались там не пускать, но сами казаки открыли двери, внимательно слушали и активно поддерживали. Мы спасали там завод, который перестал делать локомотивы, сегодня он на плаву и работает неплохо. Ну и самое главное, там сегодня хорошо трудятся, умеют играть в футбол и сохранили наши лучшие исторические, духовные, героические, патриотические и казачьи традиции. Если мы это все вместе соберем и здесь познакомившись, поддержим эту могучую область и прежде всего простого труженика, рабочего, крестьянина, учителя и врача, то думаю, эта выставка сыграет свою активную роль. А так молодцы, я прошел целый час здесь по выставке, многое знакомо, во многих местах был. И радуюсь, что есть подвижки и подвижки в нужном направлении. С праздником вас! Спасибо.